Сегодня в эфире. По словам Печатникова, уже на этой неделе в правительстве будет обсуждаться вопрос о наказании нерадивых автомобилистов, а также просчитываться, во сколько обойдется городу установка этого оборудования. Я предложу мэру также увеличить штрафы за это нарушение. Они должны вырасти хотя бы до 1 тысячи рублей, добавил Леонид Печатников. Согласно Федеральному кодексу об административных правонарушениях КААП, сегодня водитель, который не уступил дорогу, скорой, должен оплатить штраф от 300 до 500 рублей. Такого рода нарушения сейчас могут выявлять только сотрудники ГИБДД и сами автомобилисты с помощью личных регистраторов в случае, если они пожелают отправить видеозапись с фактом нарушения в управление Дорожной инспекции. В отделе пропаганды управления ГИБДД по Москве пояснили, автомобилисты могут присылать в управление ГИБДД по Москве записи со своих личных регистраторов, но в этом случае они должны каждый раз писать письменное заявление о том, что они являются свидетелями нарушения. Идея с видеорегистраторами на «скорых» поступила из Московского центра борьбы с пробками. Его руководитель Александр Шумский считает, что регистраторы стоит установить как спереди автомобиля, так и сзади, чтобы отслеживать пристраивающихся за каретами скорой помощи водителей. Кроме того, так как все «скорые» оснащены системой ГЛОНАСС, а регистраторы пишут картинку и звук, можно будет отследить координаты нарушающего правила автомобиля и его скорость. Эксперт рассказал, что несчастные случаи, спровоцированные нежеланием пропускать «скорую», случаются регулярно. Так, в декабре 2012 года в одной из машин службы «03», которая застряла в пробке, погиб маленький ребенок. Через некоторое время на этом месте Звенигородского шоссе появился плакат, который в случившемся обвинял водителей, не пропустивших «скорую». Источник – медпортал.ру Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!